Снежный автомобиль, пешеходный переход, дорожные знаки. Воспитанники детского дома сделали всё это своими руками. Ребята захотели поучаствовать в краевом конкурсе ГИБДД, вылепили из снега фигуры о безопасности дорожного движения. В работе участвовали все дети. Одни собирали снег, другие лепили, третьи раскрашивали фигуры гуашью. Сначала краской, краску в бутылку набирали, а потом набирали и пшикали пешеход желтым цветом. Дом вон коричневый. Мне понадобилось, конечно же, лопату. Ну, совок мы здесь ещё делали. Мы между желтыми делали. Вон тут наш детский дом, вот это вот, кирпичи мы делали. Заявку на участие вместе с фотографиями в край отправят сотрудники местного отдела ГИБДД. В преддверии новогодних каникул автоинспектор напомнила детям о правилах безопасности на дорогах. За упорный труд и изобретательность в создании снежных фигур участники конкурса получили благодарность от полиции. Вместе с грамотой детям вручили вкусный пирог. В столовой для малышей состоялось праздничное чаепитие. Какое место займут уссурийские ребята на конкурсе, станет известно в следующем году. Конкурс направлен на пропаганду безопасности дорожного движения, особенно в период новогодних школьных каникул. Главное условие конкурса необходимо было создать снежную фигуру, которая говорила бы и рассказывала о правилах дорожного движения, что в принципе с заданием дети справились. Заявки на участие в снежном конкурсе госавтоинспекция принимает с 15 декабря до 15 января. По правилам взрослые могут помогать создавать фигуры, так дети больше узнают о том, как избежать опасности на дороге. Результаты опубликуют на официальном сайте Управления ГИБДД по Приморскому краю.